Увидеть не город, не страну, а весь мир в миниатюре. Фантастика, отнюдь. Потребуются работы мастеров своеобразного, по-восточному, утонченного искусства, именуемого бонсай. В буквальном переводе с японского – растение на подносе. Поистине радует глаз многократно уменьшенное, но главное – точная копия обычного высокорослого дерева. Многие люди пытаются раскрыть тайны бонсай. Что требуется добавить к терпению, дабы получить живую память, расскажет Юлия Нев. А в городе Сайтамани, подалеку от Токио, прошла восьмая международная конвенция – бонсай. Бонсай, или искусство выращивания миниатюрных деревьев, является неотъемлемой частью японской культуры, и мероприятия, посвященные данному направлению, проводились традиционно, чтобы мастера могли продемонстрировать посетителям исключительные образцы растений и похвастаться своими талантами и терпениями. Впервые международная конвенция бонсай открыла свои двери в апреле 1989 года. С тех пор она проводится каждые четыре года в разных городах мира, от США и Германии до Кореи, Пуэрто-Рико и Китая. И вот спустя 28 лет конвенция снова прошла у себя на родине в Сайтаме. Цель форума – распространение искусства бонсай и укрепление дружбы на планете. На выставке представлено более 300 мини-деревьев. Одной из главных достопримечательностей на этот раз является бонсай, которому около 600 лет. Самый старый в своем роде, хранящийся в императорском дворце. Он размещен в токаномо – ниши в традиционной японской комнате. Изначально дерево росло на склоне горы в очень жестких условиях. Сто лет назад его аккуратно сняли с места и пересадили в горшок. Этот 500-летний бонсай, который вы видите за моей спиной, называется шинпаку. Десять лет назад я унаследовал его. Все это время я озабочусь о нем с любовью, поливаю каждый день и несу ответственность за его состояние, так же, как и мои предшественники. Было бы очень обидно, если бы с ним что-либо случилось. Техника бонсай основывается на технике искусственного уменьшения размера живых растений. Для этого их высаживают в горшки или контейнеры не более 30 сантиметров в диаметре. Тщательная дозировка подкормки, полива и освещения позволяет добиться поразительных результатов. За несколько десятилетий растения, сохраняя свои видовые признаки, вырастает высоту всего на полметра. Конечно, этого добиться можно далеко не со всеми видами растений. Лучше всего подходят такие хвойные породы, как сосна, кипарис, кедр, а из лиственных – вишня, клен, бук. Более старые образцы бонсай ценятся выше, чем молодые. Но возраст здесь не единственный критерий. Главное, чтобы растение производило задуманное художественное впечатление, соответствовало размерам своего контейнера и было здоровым. В Японии самый высокий уровень выращивания бонсай в мире. Именно этот фактор и стал главным для меня, когда я принимал решение приехать на эту выставку. Мне кажется, что возраст дерева не самое главное. Важен стиль и то, как оно выглядит. Стилей бонсай множество, и создавались они на протяжении веков. Первостепенное значение при определении стиля придается расположению ствола и ветвей, хотя в некоторых случаях имеет значение и форма корней. Помимо нормального деревца с прямым стволом и обычной кроной, это может быть растение, как бы пораженное молнией, деформированное голый ствол с несколькими живыми веточками на верхушке. Или же изогнутое ветром, когда ветви на наклоненном стволе растут только с одной стороны. И деревца в стиле каскад свисают с контейнера, словно с утесом. Особо ценятся растения с обнаженными корнями, обнимающими камень. Они должны напоминать дерево в горах, из последних сил цепляющиеся за скалы. И всегда соблюдается одно важное правило. Растение не должно находиться в центре керамического контейнера, ведь в живой природе никогда не бывает строгой симметрии. Бонсай – искусство, требующее не только специальных знаний, но и большого терпения. Даже в Японии с ее многовековыми традициями бонсай занимаются в основном профессионалы. В Европе все больше и больше молодых людей начинают увлекаться культурой бонсай. Все заинтересованные могут сейчас делиться информацией по выращиванию и фотографиями своих миниатюрных деревьев в соцсетях. Это позволяет получать нам всем лучшие результаты при создании этих маленьких шедевров. Сегодня в Японии произрастает более 100 тысяч миниатюрных деревьев, причем некоторые уже имеют в своем багаже вековую историю. Абсолютно все экземпляры считаются народным достоянием. В японских семьях существует традиция передавать деревца в стиле бонсай из поколения в поколение в качестве ценной семейной реликвии.